МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Что посеяли, то и пожали. С каким урожаем будет зимовать республика в этом году? Назад в будущее. Как отнеслись к переводу часов жители Чебоксар? Первая мировая. Что мы знаем об одном из самых масштабных противостояний в истории человечества? Урожаи сельскохозяйственных культур и плоды недостаточной профилактической работы с молодежью. Эти темы стали главными в повестке дня еженедельного совещания у главы Чуваши. Зима крестьянин торжествует. В этом году зимняя погода пришла в республику. В середине осени у крестьян было больше поводов для волнения, чем для радости. Однако, судя по всему, все обошлось. Как и в целом по стране, большую часть урожая в регионе успели убрать. Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена. Намолочено 574,5 тысяч тонн зерна. В прошлом году было 409 тысяч тонн. При урожайности в этом году до 22, в прошлом году 18 центнер с гектара. Наибольшую урожайность достигли в Урнарском, Красноармейском, Ядренском и Чебоксарском районах. Зимы и культура в большинстве районов тоже посеяли в запланированном объеме. Конечно, как на них сказалось, непогода точно станет известно весной. Однако ледяной дождь затронул только треть территории республики. К тому же, по словам специалистов, растения уже впали в анабиоз. Так что серьезного ущерба осадки нанести не должны. Зато серьезный ущерб здоровью, а то и жизни могли получить более сотни молодых людей. На прошлой неделе правоохранительные органы предотвратили в Чебоксарах массовую драку. 22 октября многочисленные группы молодых людей собрались на улицах Гагарина и Калинина. Сейчас прояснились некоторые обстоятельства. Когда было задержано 111 молодых людей, все они были доставлены в разные отделы полиции города Чебоксары. Мы знали об этом в планированном сборе, естественно, что и позволило в свое время отреагировать и в местах концентрации их не допустить, собственно говоря, столкновения, содержать их на опережение и дальше проводить с ними профилактическую работу. Профилактической работой теперь займутся не только представители правоохранительных органов. Возраст молодых людей от 15 до 20 лет. Среди них ученики разных школ столицы и студенты практически всех чебоксарских вузов. Ректор кооперативного института отметил, вычислять потенциальных зачинщиков и принимать превентивные меры не так просто. И вот почему. В связи с принятием законно-персональных данных органы внутренних дел сегодня не направляют в учебные заведения данные о тех студентах, которые совершили правонарушение. Впрочем, задержанных сложно назвать злостными нарушителями порядка, отмечают ректоры. Практически никто из них раньше в поле зрения полиции не попадал. Среди этих ребят мы не могли найти ни одного злостного прогулечка. Вот у меня, например, шестерых человек, два человека в ходе состава студенческого совета, есть ребят, которые активно занимаются спортом. Это нормальные дети, нормальные подростки, но, к сожалению, вот ощущение причастности и, может быть, коллективизма ложно понятое могло бы привести к очень плохим последствиям и к возможному привлечению к уголовной ответственности. Так или иначе, пока ничего инкриминировать задержанным молодым людям нельзя. Ни уголовных, ни даже административных дел на них, скорее всего, не заведут. Зато их ждет разговор с родителями и работа со специалистами по месту учебы. Михаил Игнатьев поручил взять дело под особый контроль и всерьез заняться профилактикой. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Нас приняли как родных, помогли с трудоустройством и жильем. Наши дети ходят в лучшие школы Республики. Это слова из письма, которые поступило главе Чуваши от беженцев с юго-востока Украины. Слова благодарности он переадресовал коллегам, которые приняли активное участие в организации новой жизни для украинских граждан. Как мы уже сообщали в пятницу, одна из них уже получила российский паспорт. И к другим новостям. Правильно распределить денежные средства, эффективно их использовать и при этом увеличивать доход. Задача не из легких. Какие проблемы возникают в бюджетах муниципалитетов, говорили на видеоконференции с руководителями органов исполнительной власти Чувашии. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Чувашской Республики за 9 месяцев 2014 года превысил 18 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 2,2% больше. Однако, несмотря на положительную картину, республиканский бюджет недополучил сотни миллионов рублей, которые до 2010 года не поступали в казну за использование лесных ресурсов и недр. А задолженность по неналоговым доходам составляет свыше 300 миллионов рублей. Серые схемы, вопросы коррупции надо нанимать на работу по выполнению функциональных обязанностей, честных людей, у которых еще на самом деле есть стержень, смотря на родословия родителей, дедушек, бабушек. А те, которые приходят, чтобы где-то что-то урвать и нажиться, соответственно, это вчерашний день. Поэтому я прошу, значит, Славяне Александровне, сделайте мне анализ, пожалуйста. Вот мои выезды по районам обсуждали, все клялись, будут работать, включая руководителей территориальных структурных подразделений на территории этих муниципальных образованиях, потому что публично состоялось это обсуждение. Мне докладывали, что ситуации будут улучшаться. По докладу министра финансов, ситуация не улучшилась. Нарушение сроков наблюдается при строительстве жилья. По итогам 10 месяцев ожидается введение в эксплуатацию 546 тысяч квадратных метров, что составляет 101% к соответствующему периоду 2013 года. Но в Алатаре, Канаше, Шумерлинском и Вурнарском районах на сегодняшний день зафиксировано отставание от плана. План, скорее всего, был взят нереальный. Слышали, да? Исполняющий обязанности глава администрации города Алатаре говорит, что план взяли нереальный. Вообще интересно. Уважаемые коллеги, друзья, какие показатели плановые, неплавные, это так, для определенной работы. Сегодня живем надо строить, от этого развивается экономика. Министр внутренних дел Почувашии сообщил о новых требованиях к обеспечению безопасности людей во время массовых мероприятий. Теперь их категорически запрещено проводить без использования досмотрового оборудования и барьеров безопасности. Однако не все муниципальные образования сегодня имеют такую технику, несмотря на то, что средства в бюджете на эти цели были заложены. Михаил Игнатьев поручил обеспечить целевое использование средств, выделяемых из бюджетов разных уровней. А по отношению к недобросовестным исполнителям муниципальных контрактов ввести активную претензионную работу. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Повернули время вспять. Россияне снова перешли на зимнее время. Хорошо это или плохо? Мнением жителей Чувашской Республики интересовалась Юлия Важенина. Ночью 26 октября Россия ненадолго вспомнила старую традицию – перевод часов на зимнее время. А утром сбылась мечта всех трудоголиков. На час в сутках стало больше – всего на один день. Кстати, стрелки часов на этот раз перевели надолго и всерьез. Как реагируют на смену времени жители столицы Чуваши? Искать ответ на этот вопрос съемочная группа национального телевидения отправилась на улицы Чебоксар. Ну, это, конечно, самое большее. Поспать можно, больше дел сделать. Сегодня проснулся пораньше, хорошо себя чувствую, до работы иду с хорошим настроением. Темнеет позже. Разве не раньше темнеет? Ну, темнеет раньше из-за того, что переводим? Нет, сейчас. То, что раньше переводили, и стемнело в 4, сейчас в 5. Лишь сейчас встал, работал, занимался спортом. Бегал, прыгал. Все хорошо, все доброе. Не знаю, что там. Пускай разбираются сами в Айтковском думе. Я не знаю. Для нас это вполне приемлемо. Сегодня, можно сказать, мы выспались, с хорошим настроением пришли на учебу. Вполне замечательно. Ну, разницу вот сказали, что летом не будут переводить, да, но потом уже будет ясно, хорошо это или плохо. А сейчас замечательно? Положительно. В чем преимущество? Я, например, в деревне живу, остается времени светло за скотиной ухаживать, работа по двору, по огороду. Я это приветствую. Лишний час поспать мне удается, но все же домашними хлопотами укладывается как раз нормально. Светлое время суток. Перевод часов на долгожданное зимнее время, без которого россияне жили вот уже три года, произошел ровно в два часа ночи, с субботы на воскресенье. Это уже третья по счету попытка парламентарий рнуть время назад. Сейчас московское время стало равным всемирному координированному. Перевод стрелок в октябре 2014 года стал последним. Закон о зимнем времени запрещает сезонный перевод часов. Кстати, стрелки впервые перевели на час вперед летом и на час назад зимой в Великобритании в 1908 году. В целях экономии энергетических ресурсов. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192 государств мира. Режим перевода часов применяется на всех широтах от Канады до Австралии. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Масштабная реконструкция базового проезда дала хорошие результаты. Автомобилисты наконец-то начали спокойно ездить по этой оживленной дороге. И все бы хорошо, если бы не переезд через железную дорогу. Он стал самым узким местом на трассе. Ну вот, дошли руки и до него. С сегодняшнего дня, сообщают в пресс-службе мэрии, здесь начинаются ремонтные работы по расширению проезжей части. Участникам дорожного движения недолго придется терпеть неудобства. Ремонт обещают закончить в рекордно короткие сроки. Через 10 дней движение вновь будет восстановлено. 128 метров, казалось бы, небольшой участок реконструкции. Однако из-за необходимости переноса подземных и наружных коммуникаций простым его не назвать. Но по завершению всех работ дорога по базовому проезду предстанет в совершенно ином виде. На ней появится дорожная разметка и 25 дорожных знаков. К тому же будет обустроено 422 квадратных метра тротуара и посажены липы. В связи с этими работами администрация Чебоксар просит автолюбителей с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам и заранее продумывать маршруты объезда участка производства дорожных работ. Сотрудники ГИБДД на страже детских жизней в Чебоксарах провели очередной рейд. Только за сутки в Чебоксарах было составлено 27 административных протоколов из-за перевозки детей без специальных удерживающих устройств. А это немалый риск. За последние 9 месяцев на дорогах республики с участием детей произошло 170 ДТП. Причем пятеро детей погибло, а 184 ребенка получили травмы. Чтобы эти показатели свести к минимуму, сотрудники ГИБДД в завершении рейда подарили пешеходам светоотражающие элементы, а детям конфеты с вкладышами правил дорожного движения. Судебные приставы совершили очередной рейд по адресам злостных неплательщиков. В ходе рейда было проверено более 250 жителей Чебоксар. Кто-то решил просто не открывать дверь сотрудникам у госорганов, кто-то же оплатил все штрафы после того, как выяснил, чем это чревато. Подробнее в следующем сюжете. Услуги ЖКХ, пенсионные и страховые взносы, алименты, кредиты и штрафы ГИБДД должны оплачиваться вовремя. Но некоторые, видимо, с этим не согласны. Вот и приходится приставам самим навещать неплательщиков штрафов и налогов. В ходе визитов с судебными приставами-исполнителями было взыскано с должников почти 190 тысяч рублей. Наложены аресты на имущество и изъято несколько автомобилей, которые сейчас находятся на специализированной стоянке. За неуплату штрафов ГИБДД и задолженность по выплате страховых взносов приставы наложили арест на автомобили Ниссан и Лексус. Но водители решили все-таки погасить штрафы на месте, выплатив в том числе 4 тысячи рублей исполнительского сбора. Поэтому лучше сразу оплатить все счета, чем потом переплачивать. В этом году весь мир отмечает столетие с начала Первой мировой войны. Поводом к ней послужило убийство эрц-герцогов Сараева. И за три года эта война, начавшись в Сербии, уничтожила несколько империй, миллионы граждан, перекроила карту мира. Между тем, вплоть до недавнего времени она оставалась малоизученной и не пользовалась особым интересом у историков. Почему так получилось и что мы потеряли, выясняли участники межрегиональной научно-практической конференции, которую организовали ученые и архивисты Чуваши. Знаете ли вы, что изначально Первую мировую называли Великой Отечественной войной, но с приходом революции политические акценты поменялись? Впрочем, как совершенно справедливо заметил историк Геннадий Николаев, сама Великая Октябрьская социалистическая революция со временем превратилась в Октябрьский вооруженный переворот. Однако изменение исторических формулировок не умаляет значимости события. Слова «забытая война» архивисты употребляют всегда в кавычках. Исследователи отечественных закономерно интересовали две большие темы в изучении Первой мировой. Собственно, военная история и влияние войны на революционный процесс в России и за рубежом. В разные периоды сочетание этих двух тем было разным. В 20-е и 30-е годы, например, особо актуален был боевой опыт Первой мировой войны. Но потом, как правильно сказал Петр Степанович, он оказался заслонен Второй мировой войной. И доминировать стала, собственно, историческая тема работы по социально-политической истории 14-18-го года. Нам повезло, отметил депутат Госсовета Чуваший, бывший министр культуры и по делам архивов Петр Краснов. Мы застали в живых участников Первой мировой войны. А в Чувашии было немало настоящих героев, которым, увы, пришлось забыть о своих подвигах и наградах. Он так и до конца своей жизни не нашел, не смог найти зарытых своих два креста. И мы, дети, тогда тоже пытались помочь ему, но не смогли. По мобилизации на фронты Первой мировой войны из нашего региона ушли почти столько же, сколько и Великую Отечественную. Около 100 тысяч человек. Жизнь тыла оказалась подчинена требованиям военного времени. Огромное количество беженцев из прифронтовой полосы и военнопленных приняли в Поволжье. Заметное влияние оказала война и на развитие промышленности. Об этом и многом другом можно узнать на выставке в Национальном музее. В день открытия в экспозиции были представлены даже живые экспонаты. Ну, то есть, видите, здесь как бы типичные приемы, как мог казак работать шашкой с седла. Материалы конференции обязательно будут опубликованы. И сборник послужит хорошим пособием по истории родного края в годы Первой мировой войны. Как и очередной выпуск телевикторины «След в истории», который мы полностью посвятим интересным подробностям и фактам незаслуженно забытой войны. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Мамы, папы, педагоги и все те, кто заботятся о здоровье и благополучии семьи, причем не только своей, собрались в Новочебоксарске на Большой родительский совет. Главные темы для обсуждения – как стать счастливым родителем и как сделать счастливыми своих детей. Такое родительское собрание проводится впервые. В рамках расширенного заседания Республиканского Совета Женщин и Совета Отцов Чуваши обсудили, как помочь молодым людям при создании семьи и воспитании детей, куда можно обратиться с проблемами. И Новочебоксарск выбрали для проведения заседания не случайно. В самом молодом городе Республики проживает более ста тысяч человек. Цифра с каждым годом растет, преимущественно за счет рождаемости. Но мало родить ребенка, важно его правильно воспитать. Именно для повышения родительской грамотности и был создан Большой Родительский Совет. Будущих ответственных родителей нужно воспитывать с детства. Посыл состоит в том, что счастливыми родителями счастливого ребенка можно стать только полноценной, традиционной, духовной, физически здоровой семье. А этому нужно учить и воспитывать. Учить и воспитывать молодых родителей на первом собрании Совета не стали. Привели лишь некоторые данные статистики. Практически каждый ребенок с рождения уникальный, утверждают специалисты. Но его достижение успехи на 80% зависит от родителей и педагогов, которым нужно развивать способности малыша. Как отец трех детей и дед одной внучки, зная, что такое вырастить, зная, что такое дети. Поэтому исходя из всего, что есть, Владимир Николаевич, в любой компании, в любом месте, в любое время готов, всегда рядом с тобой говорить о подсовстве, ну вот, о проблемах отцовства и так далее. Ну а если серьезно, ну, на самом деле, очень рады видеть вас на территории города Новочебоксарска. Я тоже молодой в этом городе, поэтому все проблемы, которые здесь сегодня есть и которые, задачи стоят перед городом, я думаю, будут решаться по мере поступления тех заявлений, которые от жителей идут. Инициаторами необходимой помощи молодым людям, желающим создать крепкую семью, выступили специалисты учебных заведений. Они подготовили системный курс «Менеджмент счастливой семьи. Счастливый родитель одаренного ребенка». Татьяна Трофимова, Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. У вас появились свободные денежные средства? Тогда самое время нести их в Сбербанк. С 14 октября крупнейший банк России увеличил процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, а также по сберегательным сертификатам для физических лиц. Подробнее об этом далее. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Банковские вклады – это уже проверенный временем выгодный и наименее рискованный способ вложения средств на длительный срок. Это возможность заставить вложенные деньги, как валюту, так и рубли, работать и приносить прибыль. Председатель Волговятского банка Сергей Мальцев подробно рассказал о новой политике банка по вкладам. Так, с 14 октября увеличены ставки по депозитам, при этом по некоторым вкладам, открытым в рублях ставки стали выше на 1,3% пункта и на 1% пункт по депозитам в иностранной валюте. Клиент может выбрать депозит с пополнением и без, с возможностью частичного снятия процентов, с капитализацией и так далее. А вклады онлайн можно открывать и управлять ими без визита в банк. Достаточно зайти в систему Сбербанк онлайн, выбрать подходящий депозит и пополнить его с карты или вкладного счета. Кстати, ставки по онлайн-вкладам несколько выше обычных депозитов. Банк продолжает активно работать с валютными вкладами. Важно и то, что все вклады в Сбербанке России застрахованы в системе страхования вкладов. Вообще повышение ставок по вкладам последний год стало достаточно традиционным и с определенной периодичностью конечно же происходит. И по нашим оценкам в ближайшей перспективе данной тенденции меняться не будет. В первую очередь связано это конечно в том числе и с развитием активных операций, с развитием операций кредитования. Потребность в кредитах она также имеется и продолжает расти. Это конечно вызывает в том числе потребность в привлечении дополнительных ресурсов, в том числе для этого и повышает ставки по вкладам. Особняком в системе вкладов стоит сберегательный сертификат «Ценная бумага», которая оформляется на предъявителя. У него всегда была доходность выше, чем по вкладам. Максимальная процентная ставка по сберегательному сертификату достигает 11% годовых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова